Добрый день, уважаемые коллеги! Переходим к теме профориентации подростков с ОВЗ. Меня зовут Елена Богородникова, я исполнительный директор РОО «Помощи детям с Росконтакт», а также член Совета Всероссийской Организации Родителей и Детей и Инвалидов и Московской Ассоциации Родителей и Детей и Инвалидов. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, кто такие, собственно говоря, дети с ОВЗ и распространяется ли этот термин на взрослых. ОВЗ – это ограничение возможности здоровья. Несмотря на упоминание здоровья, все же этот термин чисто педагогический и пришел к нам из образования. В образовании он и используется. Напомню, что он закреплен в законе об образовании и означает, что у ребенка есть какие-то сложности именно с образованием. Он испытывает какие-то трудности в обучении, а инвалидность как может быть оформлена при этом у ребенка, так и может отсутствовать. Этот статус у нас получается благодаря тому, что ребенок, его родители обращаются за заключением ПМПК, заключение ПМПК и удостоверяет установление этого статуса. Статус действует до окончания обучения в школе. И далее, чтобы получить какие-то возможности для того, чтобы учиться дальше, ребенок должен оформить после 18 лет инвалидность, потому что статус ОВЗ на дальнейшее обучение никаким образом не распространяется и преференций никаких не дают. Получить их уже будет нельзя, если не оформлять инвалидность. Мы, родители, стараемся вырастить наших детей максимально нельзя, и для этого стараемся дать им возможность приобрести профессию, стать самостоятельными, как-то, в общем, управлять своей жизнью. И для того, чтобы они были успешны в этой работе, конечно, нужно к вопросу профориентации дойти самым непосредственным, серьезным образом. Грамотная профориентация для детей с ОВЗ выходит вообще на передний план, как, на мой взгляд, так, я думаю, со мной согласятся и коллеги, которые будут выступать, потому что, если обычно ребенок может каким-то образом компенсировать те дефициты, которые он испытывает, то для ребенка, те сложности, которые он испытывает, то для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, пожалуй, иногда становятся непреодолимыми трудностями. И так получилось, что спикеры нашей секции в большинстве своем работают с людьми с ментальными нарушениями и инвалидностью. И это совершенно не потому что произошло, вот такое вот массовое явление, именно тех, кто занимается ментальными детьми, взрослыми с ментальными нарушениями, а потому что в структуре детской инвалидности и во взрослой эта тенденция тоже наблюдается, у нас на первый план выходят нарушения именно ментальные. Также там достаточно много и двигательных, и речевых, значительная доля тоже им принадлежит. И добавлю, что очень часто ребенок имеет не одно нарушение. То есть если речь у нас идет о ментальных нарушениях, то часто это сопровождается и речевыми, может сопровождаться какими-то двигательными нарушениями, как минимум моторной неловкостью. И, в общем, это часто бывает именно комплексная проблема. Значит, на экране вы видите презентацию Московской городской ассоциации родителей детей и инвалидов. Это мониторинг, который проводился Всероссийской организации родителей детей и инвалидов, и Москва в нем также участвовала. Представлен он был на съезде. Можно было использовать любые данные, мне просто близки, безусловно. Видите, они коррелируют полностью с всеми данными официальной государственной статистики. И здесь вы видите, собственно говоря, каков характер нарушений и какого распределения. Можно было выбрать не один пункт, поэтому, соответственно, вы видите довольно много сочетанных вещей. Так, у меня не получается переключить следующий слайд. Если можно, помогите мне, пожалуйста. Потому что у меня не листается. Вот, спасибо большое. Ну, не переключила. Спасибо за помощь. Так, теперь вернуться назад. В общем, пока у меня... Да, спасибо. Все, я не трогаю больше пункт. Можно мне второй слайд, и я пока про него буду говорить, пока он зафиксируется, наконец, на экране. Значит, посмотрите внимательно. Это результаты федерального ресурсного центра, мониторинга федерального ресурсного центра по аутизму, которые также были представлены, в том числе и на съезде в Горде. И они показывают, что конкретно происходит с людьми с аутизмом в нашей стране относительно их образования вообще. Это шляпный график, да. В ранней помощи практически дети не видны. И потом в дошкольном образовании начинают появляться. В школьном возрасте у нас их много. Они заметно видны и посчитаны. И потом, как только у нас речь идет о профессиональном образовании, все это практически сводится опять к нулю. Вот такой резкий провал после 18 лет. Это дети, не нашедшие себя в профессии. И родители, которые тоже выгорели, потому что никаких сил, собственно говоря, уже на дальнейший забивок, у них тоже не осталось. Что же делать, чтобы провал на графике и в жизнях людей как-то устранить? Мы сейчас с вами и поговорим с нашими уважаемыми гостями. Спасибо. Я думаю, что мы можем представить спикеров. Добрый день всем еще раз. Я вам рада представить Юлию Володину, руководителя ОНО «Школа профессий», Елизавету Фокину, директора Государственного музея-заповедника «Царицыно», Галина Головину, педагога-психолога, руководитель Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки для молодых людей с рас и выраженными ментальными нарушениями из Технологического колледжа 21, Игоря Новикова, директор авторомной некоммерческой организации «Содействие социальной интеграции инвалидов» про самостоятельных возможностей и свою учреждению проекта «Эверленд», о котором он сегодня будет рассказать. И Антонина Стейнберг, руководитель проекта «Поддержки людей с синдромом Масперкера». Добрый день, коллеги. Добрый день. Добрый день. Я была бы рада, наверное, тогда перейти к выступлению Юлии Володиной. Хорошо. Юля готова? Да, я готова. Да, да. Будьте добры, пожалуйста. Я буду говорить о профессиональной ориентации подростков с ментальными особенностями. Проект, который я представляю, «Школа профессий», он проводит такие встречи, занятия по профессиям не только с подростками с ментальными особенностями, но и для нейротипичных детей. Собственно, проект создавался для них. Это было восемь лет назад. Но последние три года мы адаптировали программу под группу подростков с ментальной инвалидностью. Но надо сказать, что это высокофункциональные подростки с сохраненным интеллектом и относительно легкими интеллектуальными нарушениями и социально приемлемым поведением. В группе, которую мы организовали, всего восемь подростков. И мы с ними занимаемся тем, что входим в гости в разные организации и изучаем профессии. Так, следующий слайд. На самом деле все специалисты, которые говорят о том, что нужно заниматься, думать о трудоустройстве и решать вопрос занятое, сходится в одной мысли, и все согласны в том, что самой профориентации, как таковой, нет для людей с ментальной инвалидностью. И также отсутствуют какие-то системные задачи, вернее, отсутствует системность в решении этих задач по трудоустройству и трудовой занятости. Поэтому те традиционные методы профориентации для нашей аудитории совершенно не подходят. Для работы, для нашей программы мы отобрали несколько занятий, но я хотела первоначально сделать актент на том, что даже тема встречи не является ключевой, потому что очень часто мы организуем встречи с людьми, которые, например, в библиотеке иностранной литературы, она руководит детским отделом иностранных. И понятно, что очень многие подростки не смогут работать как переводчик, но тем не менее задачи, которые мы ставим, мы решаем. Это задачи следующего порядка. Мы развиваем социальные и поведенческие навыки, коммуникации, мы расширяем кругозор, мы обучаем подростков взаимодействию и общению, также даем какие-то первоначальные знания о профессиях. И, например, на встрече по профессии переводчик мы говорили о том, что в библиотеке очень много разных людей. И возможности, то есть можно как-то поискать себя среди этих профессий. Мне кажется, что мы занимаемся формированием самостоятельности. И, честно говоря, во время сейчас карантина мы открыли по кулинарным занятиям. То есть мы собираемся два раза в неделю в Зуме и какое-то готовим блюдо. И вот вчера уже один участник сам провел занятие. И это было, на самом деле, мне кажется, проявлением той самой жизненной самостоятельности, целью которых, задача которой стоит перед программой. Мы поддерживаем среди детей мотивацию, интерес и даем им ощущение вот такой важности и твоей нужности. Потому что после каждой встречи, вернее, в рамках проведения встречи, мы проводим какой-то мастер-класс, и дети успевают еще, подростки успевают еще что-то поделать руками или какую-то практическую работу поделать. Поэтому такие задачи, мне кажется, мы с ними справляемся. Чего мы не делаем? Мы не занимаемся поиском вариантов трудоустройства. Мы не взаимодействуем с потенциальными работодателями и пока это только программа работает в рамках таких личных контактов, которые можно потом развить. То есть это какая-то начальная стадия коммуникации с возможными работодателями. Мы не занимаемся планированием маршрутов занятых и не разрабатываем систему сопровождения. Вот те задачи, которые есть, мне кажется, они тоже очень важны для выстраивания вот этого траектории, траектории для поориентации, для нахождения себя и профессии. Накануне этой стечи я провела небольшой опрос, который я потом могу прислать в качестве нашей поддержки своего разговора, потому что я опрашивала людей, которые занимаются с достаточно сложными подростками, с выраженными глубокими ментальными нарушениями, с несоциально приемлемым поведением. И мне понравились результаты. Результаты эти тоже очень интересные. И мне кажется, их нужно развивать и идти в этом направлении. Это правда очень важно. Вот. Это если коротко. К вопросам переходим. Можно у нас на экран обеих? Юлия, спасибо большое за доклад. Я думаю, что презентацию с результатами мы опубликуем. Я бы еще хотела спросить. Я знаю, что вы проводили некоторое свое мини-исследование на тему ООО, как развивается поляна наша профориентационная. Какова роль МПО и какова роль государства на этом поприще? Ну, все мои респонденты, которые я была, ответили мне, что роль, что государство не помогает. С одной стороны, оно не участвует, не помогает в профориентации. И решением вопросов трудоустройства и выстраивания этой траектории занимаются некоммерческие организации или даже частные инициативы без какого-то юридического литературы. Но, с другой стороны, некоммерческие организации – это те структуры, на которые опирается и государство, и общество. И мы знаем, что государство тоже выделяет и программы грантовой поддержки для того, чтобы НКО могли действительно помогать своим целевым аудиториям. и, ну, в том числе, например, для выстраивания... Спасибо. Прохорь, да. И еще хочу сказать, что все вот эти случаи, они единичные, они не системы, то есть их можно посчитать в каждом случае, и это, правда, возможно, нужно делать, но происходит именно так. Согласна. Спасибо. Давайте тогда послушаем сейчас представителя как раз государственной системы. Следующий у нас выступает Елизавета Фокина, она директора столицы на музее-заповеднике, и у нее доклад на очень интересную тему. Давайте послушаем. Спасибо большое, коллеги. Да, еще раз всем добрый день и спасибо, что пригласили к участию. Я, на самом деле, хотела бы в какой-то степени описать проблемное поле и рассказать о тех возможностях, которые на сегодняшний день существуют как бы у государственных учреждений, независимо от их профиля. Да, и мы как учреждение культуры, те возможности, которые у нас есть. Но начать я бы хотела вот с той проблематики, которую мы, ну, как наше учреждение, я как еще параллельно учредитель Дотворительного фонда «Искусство быть рядом». И мы, на самом деле, со стороны музея очень много взаимодействуем с большим количеством некоммерческих организаций, и в частности с Роу Контакт и с многими другими организациями, в том числе реализуя проекты. Я бы не сказала, не назвала их в чистом виде профориентационные, это скорее такое нащупывание тех ходов или тех новых решений, которые мы, как такие конституции, можем на сегодняшний день вместе реализовывались с теми же самыми некоммерческими организациями и детьми, и подростками, которые как бы еще не выросли, дети, которых надо трудоустраивать, да, но возможности которых мы пытаемся как бы исследовать, имея и работая в нашем учреждении культуры. Хочу сказать, что вот на сегодняшний день, поскольку наш фонд «Искусство быть рядом» занимается в большей степени ресурсными классами, мы обнаружили такую проблему о том, что дети, которые выходят в среднее образовательное звено, и вроде бы по программе 8.3.8.4 наши дети должны получать этот профориентационный блок, школы не готовы, обладая своим каким-то ресурсным, ресурсной базой, да, не готовы, точнее даже не готовы, ну, наверное, в какой-то степени не до конца готовы давать те оборудования и те мастерские, в которых реально нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с ментальной инвалидностью. Да, большинство наших школ предлагает детям керамику, мастерские по столярному производству, да, что-то в рамках кругов труда, да, и это действительно такая проблема, как бы проблема, с которой могут столкнуться большое количество школ. Что мы как музей предприняли, и, к сожалению, вот в существующей ситуации с пандемией немножко притормозило наш проект, я бы хотела вас попросить, чтобы вы показали, а вот у меня есть мой проект по садоводству, проект, который мы начали в этом году, и получили на него грантовую поддержку департамента нашего социальной защиты, проект по внедрению школы такого семейного садоводства, такая инклюзивная мастерская, совместно с детьми-подростками 11+, по проведению серии мастер-классов вместе с этими детьми, вместе с их, соответственно, родителями и тьютерами. Она у нас называется там «Курс по ландшафтному дизайну «Мой маленький сад», вот то, что вы видите». Да, и результатом этого проекта должны были стать мини-сады, которые наши дети, участники этого проекта, должны были по двух фестивалях. Таким образом, в ходе реализации этого проекта дети должны были пройти серию мастер-классов, они должны были, ну, в какой степени это по возможности освоить, и представить мини-сады на фестивале «Мосту фауэр-шоу» и на фестивале «Царизма», на фестивале исторических садов. Тем самым попробовать вместе с нами, да, и мы тоже попробуем, поскольку мы обладаем и оранжереями, и у нас большое количество программ, которые мы реализуем в рамках программы «Урок в музее», «Учебный день в музее», в том числе для школ и интернатов, и для детей различных ресурсных классов попробовать вот эту попытку, да, такой, как в степени профориентации, да, и возможности детей все-таки применить свои практические навыки, которые подпадают платить другие школы, не знаю, другие музеи, парки, да, потому что на территории Москвы достаточно много парков. Я, вот это как бы одна из иллюстраций всех возможностей, которые на сегодняшний день действительно будут для учреждений культуры. Я бы хотела сейчас отразить вот некое проблемное поле, которое на сегодняшний день есть у любых учреждений культуры, у любых государственных учреждений. Мы все время говорим о том, что мы, как государственные, я вообще говорю, как бы такой сбыточной позиции, да, не всегда помогаем, не всегда можем трудоустроить к себе людей и так далее. Я бы хотела в какой-то степени оспорить эту позицию, потому что я считаю, что мы в большей степени знаем тех возможностей, которые на сегодняшний день есть у государственных учреждений. Согласно законодательству, любое учреждение может и должно у тебя иметь до 4% людей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 2% молодых специалистов и 2% людей с ОВЗ. Мы, например, как учреждение, да, на сегодняшний день имеем эти 4% людей с инвалидностью, из которых 3 человека, например, у нас люди с ментальными нарушениями, да, у нас работают смотрителем девушка с ДЦП, у нас есть человек слабовидящий, и у нас есть человек, который у нас недавно устроили библиотеку с синдромом рас, да, у нас взрослого молодого человека. Конечно, это вызывает целую серию сложностей, хотя, скажу вам, что законодательство абсолютно не ограничивает нас при приеме этих людей, они ущемляют их возможности. У них есть так же, как у всех, 3 месяца испытательного срока, дальше у нас, как у государства, нет возможности, ну, я совсем грубо говорю, да, уволить этих людей в связи, например, с невозможностью выполнения ими трудовых своих обязанностей. Да, у этих людей есть ограничения по времени работы, 35 часов, которые мы должны обеспечить, мы должны обеспечить определенные условия труда, но вот те проблемы, с которыми сталкиваемся мы и другие учреждения культуры, которые проявляют свою лояльность, да, для того, чтобы принять таких людей. Одна из таких важных проблем – это неготовность порой родителей, которые приводят своего 17-летнего или 20-летнего ребенка работать в любое учреждение. Да, родители слишком опекают своих еще незрелых детей, да, я не говорю сейчас про сложность заболевания, да, и порой мешают ему самостоятельной реализации. Да, у нас нет на сегодняшний день таких позиций, я имею в виду учреждения культуры, как тьютеры, которые могли бы сопровождать детей, людей с инвалидностью, да, и вот мы там два года назад вели переговоры, например, с такой некоммерческой организацией, как «Перспектива», которую вы все знаете, да, и мы не смогли найти юридического выхода с тем, чтобы принять людей к нам на работу и еще оплачивать дополнительно тьютер, которые бы этих людей сопровождали. Да, мы как любые учреждения должны делать и организовывать такое управление, как лояльность или социальная ответственность тех наших сотрудников, куда мы внедряем людей с особенностями развития, как полноценных работников. И мы, на самом деле, вот сейчас в нашем учреждении у нас есть такой отдел или служба гостеприимства, который занимается в том числе корпоративной политикой к нашему учреждению, мы занимаемся большим объемом работы с рассказом нашим сотрудникам, в первую очередь, о том, как они, в общем, должны и могут принимать в свои ряды людей, в чем-то непохожих на них, да. Да, у нас нет, порой, возможности на дополнительную оплату тех людей, наших же сотрудников, которые сопровождают, которые тратят свое дополнительное время на то, чтобы, в общем-то, организовать работу людей, особенно с ментальными особенностями, потому что они чуть медленнее включают процесс. Но при этом, вот уже подходя к такой финальной стадии, на самом деле, про это мы обсуждали с Ириной, как бы, в опроку. В сегодняшний день нас очень увлекает тема, и мы даже сейчас инициируем серию проектов с так называемой картой новых профессий для людей с ментальными особенностями. И мы сейчас не видим вообще никаких ограничений, я скажу, юридических, трудовых и даже уже организационных, с тем, чтобы сформировать эту карту, да, и начать постепенно думать о трудозванятости и профессиональной агентации людей относительно этих профессий. Наши дети, например, с аутизмом, да, они могут работать в сфере, которая называется у нас документоведение, да, связанное с парфюровкой, с архивовкой, с какой-то определенной читировкой документов и так далее. Они могут работать прекрасно курьерами, и на это тоже есть масса уже определенных примеров у нас в городе. Например, мы, как ментезаповедник, обладая большой территорией, еще раз скажу, в городе большое количество парковых пространств, да, задумываемся сейчас над тем, как мы можем этих людей привлекать в работу, связанную с зеленым хозяйством, в оранжереях, связанных с поливом, с уходом растений, в ландшафтном дизайне, в обработке газона, да, с тем, что, ну, в первую очередь соблюдается с точки зрения требований, которые подъявляются к условиям работы и труда. Работа в кафе и ресторанах, да, связанная где-то, может, с заготовкой с кулинарией, что сейчас тоже упоминалось, в том числе работа официантов. Например, люди с синдромом Дауна в Европе обычно работают в кафе и в таких общественных пространствах. Ну, и еще одно очень, как бы, важное, как нам кажется, направление, где точно будут работать наши дорогие дети, подрастающие уже, собственно, которые работают взрослыми. Это, конечно, клининг и уборка, которая для наших детей вполне могла бы быть возможной. И мне кажется, что вот эта работа над картой профессии, она вполне должна реализовываться совместно государственными учреждениями, коммерческими учреждениями, которые, в общем-то, где-то чуть быстрее, чем у вас учреждения, да, могут промониторить ситуацию, да, и подумать еще над возможностями малого и среднего бизнеса, который часто сейчас, на самом деле, мы видим, что появляет свою инициативу, ну, как бы, с тем, чтобы привлекать людей с особенностями, да, просто нам нужно совместно сформировать эту карту и подумать над тем, над тем регламентом, что ли, да, и методикой до обучения этих детей на уровне среднего звена, да, от чего я начала, да, и про факторинговой школы, и практическим применением уже непосредственно в тех местах рабочих, куда могут дальше выходить эти люди на работу. Спасибо. Елизавета, спасибо за такой подробный рассказ. Мне очень понравилась идея карты вот таких новых профессий. Мне кажется, что мы все с удовольствием участвовали в этом, как составлении, так и пополнении, да, и тут мы, в общем, готовы по взаимодействию. Давайте тогда сразу перейдем к следующему докладчику. Я приглашаю Галину Головину. Галина, готовы вы нам рассказать. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо большое за возможность поделиться с вами опытом профориентационной работы, которую мы реализуем в условиях государственного образовательного учреждения 21-го технологического конечного номера 21. Я хотела бы в своем выступлении немножко коснуться собственно с моей структурой профориентации. Дело в том, что к нам приходят обучаться лица с самыми так называемыми сложными структурами инвалидности, самой сложной формой инвалидности. Это тяжелое множественное нарушение развития. И если это будет расстройство аутистического спектра, то это выраженное расстройство. И до недавнего времени, а точнее до введения в силу закона об образовании до 2012 года, это так называемая категория необучаемых детей. Поэтому опыта по большому счету обучениях ни у кого особо нет. И уж говоря о профессиональном обучении, если школы подключились уже с 2012-2013 года, то профобучение присоединилось гораздо позже. Наш колледж и наше подразделение в качестве эксперимента обучают этих детей профессиональным навыкам с 2006 года. Поэтому у нас накопился небольшой опыт. И мне бы хотелось рассказать о том, что профессиональное самоопределение по большому счету... Сейчас я попытаюсь переключить... Если можно, следующий слайд, потому что что-то я как-то не получаю... По большому счету, профессиональное самоопределение не отличается у людей с нонтальными нарушениями или условно-нормативных людей. Суть его заключается в том, что профессия должна быть выбрана адекватно. И базироваться выбор профессии должен из четко сформированного образа профессии. Вся разница и нюанс в данном случае заключается в том, что для лиц с ментальными нарушениями речь пойдет о так называемых доступных профессиях. Спиток рекомендуемого доступа профессии был сформирован еще департаментом труда от 1998 года. И поэтому речь о доступных профессиях вообще-то в нашей стране идет очень давно. Но на сегодняшний день я очень благодарна предыдущему выступающей, что действительно лиц мы с вами расширить этот список, возможно, обновить, потому что многие рекомендуемые профессии, так называемые доступные, в общем-то, не подходят для условий мегаполиса. Далее, доступная профессия или вообще профессию при любой профориентации должна, собственно, выбираться при условии, что человек знает свои особенности и таким образом выбирает эту профессию, исходя из своих профессиональных предпочтений. Формирует так называемый образ профессии, то есть четкое представление, в чем ее сильные, слабые стороны, какие есть трудности, есть опасности у каждой профессии, какие перспективы для меня лично. Ну и третья основа для успешного выбора профессии – это совпадение профессионально важных качеств конкретно с моими профессиональными предпочтениями и с моими профессиональными возможностями. И если все три условия забыли, то мы можем говорить о перспективе успешного трудовой занятости или трудоустройства человека. В самом низу я поместила как фундамент, как основу всех снов – это профессиональное воспитание, а именно активация побуждения общественного характера. Это самая сложная, самая главная, самая важная часть формирования будущей профессиональной успешности любого человека. Следующий слайд. Если можно, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, сделать следующий слайд. Я хотела на следующем слайде показать о том, что традиционно профориентация состоит из пяти букв. Это профагитация, профинформирование, профдиагностика и консультирование. И все эти этапы, вот четыре этих этапа, должны попадать наперед школы, конечно же. Для того, чтобы к моменту выбора профессии и выбора учебного заведения, где они будут получать профессиональную подготовку, люди уже четко представляли себе, какие бывают профессии, какие профессии для меня доступны, какие мне нравятся, какие совпадают с моими предпочтениями и так далее. Одно, но, маленькое, про профконсультирование. Здесь мы говорим, если у лиц с ОВЗ ментальные нарушения выражены минимально или вообще отсутствуют, ну, как при ДЦП, то мы консультируем родителей. Если можно... А, ведь здесь на этом же слайде я хотела показать, что профвоспитание длится с самого раннего начала, еще до школы и до самого трудоустройства. И в двух вопросах следующий слайд, если можно, пожалуйста, я хотела показать, что в условиях нашего подделения образовательного учреждения мы предлагаем девять профессий. И так как дети к нам приходят, как правило, вообще не знакомые ни с какими профориентационными этапами, мы реализуем это все у себя в колледже и мы предлагаем девять профессий. Но даже если мы выбрали не очень правильно, то внутри каждой мастерской у нас есть возможность уточнить еще в среде от двух до девяти различных людей, подобрать для каждого начальника и соотвеятельность, в которой мы будем делать это. Ну, вкратце, наверное, я хотела вот так представить, как некому видеть профориентация на без тяжелых множественных нарушений. Галина, спасибо вам большое. Хотела задать вам вопрос. Удалось ли вам взаимодействовать ли вы с центрами занятости московскими и удалось ли пристроить каких-то ваших выпускников через эти центры занятости на работу? Спасибо большое. Вопрос очень актуальный и очень животрепещущий, потому что действительно подготовить к профессии это одна история, найти реализацию подготовки очень сложно. К сожалению, пока мы не можем похвастаться, что хоть один наш выпускник был трудоустроен через государственные занятости или даже через перспективу как небосударственную организацию, почти все наши учащиеся каким-то образом трудозаняты, потому что 47% наших учащихся трудозаняты, но это все трудозанятые в условиях НКО и каких-то родственных нам организаций. Спасибо большое. Это интересные данные. Мне кажется, Аня, про то, что с центрами трудозанятости и трудоустройства тоже надо работать, и с работодателями, конечно, если говорить про детей, взрослых, уже с ментальными нарушениями, здесь нужна отдельная очень большая работа, и я думаю, что вместе мы тоже можем подумать, что можно было бы сделать для того, чтобы не могли со временем эти люди себя начинать хотя бы частично, может быть, обеспечивать те, кто может работать. Давайте тогда перейдем к следующему опыту. У нас выступает Игорь Новиков, как раз соучредитель инклюзивного проекта Everland, и перед тем, как он будет говорить, мы посмотрим о проекте небольшой четырехминутный видеоролик. А почему у нас звука нет? Инвалидность у меня с детства. У меня дистрофия с ячаткой, практически ничего не вижу. В основном это светотень и силуэты каких-то предметов. Сейчас у меня диагноз миопатия. Миопатия – это короносредственное заболевание, которое приводит к дистрофии мышц. В коляске я оказалась в 13 лет, совершенно неожиданно. То есть за 40 минут у меня оказали ноги, вот, и причины до сих пор, в общем-то, не выяснены. Пошли мы с друзьями отдыхать, и решили искупаться. Вот хмусе головой, обно. И тут рядом был друг, и он меня быстренько подхватил. Началась новая жизнь. За вот эти 2-3 года я выросла до специалиста, который может много чего делать, делает очень качественную свою работу, который востребован, который может зарабатывать столько, сколько ему нужно. Для меня Everland – это хорошая школа, когда ты сам отвечаешь за свои задачи, когда ты напрямую общаешься с клиентом, когда тебе помогают, но все равно 90% зависит от тебя. Участвуя в Everland, мне удалось поработать с крупными брендами. То, чего вообще, ну, то есть оказалось каким-то магией или чем-то волшебным, да, что какие-то вот эти гигантские эти компании, которые видишь в телевизоре, с ними нужно как-то посотрудничать, ну, вот оказалось просто вообще ну, да, я был. Меня зовут Мария. Я куратор-дизайнер в Everland. Многим людям с проблемами слуха. Не удается с мариназоваться в профессии. У меня много таких знакомых, чаще всего, это проблемы в коммуникации. И многим людям с крупотой недоступен образовательный контент. Занимаюсь веб-программированием, в частности, созданием сайтов и адаптацией сайтов для программ экранного доступа. Ну, вот это крутое чувство, что ты можешь, что ты востребован. И работа для меня стала как часть жизни. Это не только деньги. Работа в Everland, то, что сейчас есть, это люди. Самой сильной мотивацией для меня является семья. Это люди, которые рядом со мной, для которых я хочу работать, для которых... Так, Антонина у нас выступает следующая. На вопросы у нас, видимо, не останется времени. Я боюсь, ни на какие больше. Соответственно, так, сколько у нас до конца ролика? Игорь, спасибо за вашу прекрасную, интересную работу. Скажите, пожалуйста, какой вы могли бы дать совет мне, как матери, ребенка с инвалидностью? Вот, опираясь на ваш опыт. Ну, скажу сразу, занятость наших детей и их дальнейшее свойство, развитие у них профессионального навыка и, самое главное, дальнейшая независимость по жизни. Она должна коваться в самом начале, еще в школе, пока ребенок подросток. Конечно, в Москве не так много площадок, куда мы можем сходить с нашими детьми. Но я надеюсь, летом у нас будет полноценный в Everland открыт коворкинг, куда вы сможете прийти со своими ребятами, посмотреть. Не вот это очаровательное видео, которое, кстати говоря, наши специалисты сделали, а вживую увидеть, как мы работаем. Потому что мы работаем не только удаленно, но и оффлайн-пространстве. Я считаю, это самая лучшая мотивация, в первую очередь, не только для ребенка, но и для родителей, поскольку существует очень много стереотипов именно сознания родителей относительно обучения, трудоустройства детей с особенностями. Можно нас обратно? Игорь, у меня еще один короткий вопрос к вам. Если позволите, каковы критерии эффективности вашей работы? Как вы ее оцениваете? Ну, смотрите, Елена, мы проект социальный, но мы коммерческий проект. И сейчас у нас 80 человек работает, ребят с инвалидностью по всей стране. И основной наш критерий – это зарплата. То есть мы оцениваем себя не по количеству заключенных трудовых договоров, а именно по тому уровню финансовой состоятельности, который смог достичь наш специалист. – это основной критерий. Спасибо вам большое. Средняя зарплата – 45. Средняя зарплата – 45? Здорово. Средняя температура по больнице – это сложно, но бывает разное. Кто-то 80 получает, кто-то 100, кто-то 20. Но средняя – 45. – Спасибо. Очень интересный опыт. И давайте мы тогда сейчас перейдем к человеку, у которого есть собственный опыт и поддержки других людей, и, собственно говоря, успешный опыт трудоустройства собственного. Антонина Стейнберг у нас на связи. И если позволить, я буду задавать вопросы. Антонина постарается на них максимально развернуто ответить. Добрый день. Добрый день. Антонина, скажи нам, пожалуйста, какова статистика трудоустройства для людей с аутизмом? К сожалению, в Российской Федерации подобной статистики нет, но здесь мы можем обратиться к статистике двух стран, где профессиональной ориентации и трудоустройство людей с расстройством аутистического спектра уделяется уже очень давно и большое внимание. В первую очередь я бы хотела сказать о статистике из Великобритании. Ее собрала крупнейшая родительская организация Национальное сообщество аутизма в Великобритании в 2016 году. И было обнаружено, что только 16% взрослых людей с аутизмом имеют постоянную работу, а 77% взрослых людей с аутизмом находятся вне рынка труда, причем неважно, какой это рынок труда, поддерживаемый, открытый и так далее. Второй пул статистики – это статистика по Соединенным Штатам Америки. Было два крупных исследования, помимо разных средних и мелких. И эти два крупных исследования дают нам следующие цифры. 35% молодых людей с аутизмом в возрасте от 19 до 23 лет не имеют работы. Около 50% молодых людей с аутизмом не имеют опыта работы и не получают высшего образования в течение двух лет после окончания средней школы. В 2014 году в Соединенных Штатах проводилась программа профессиональной реабилитации для людей с аутизмом, и в ней приняли участие около 18 тысяч человек с аутизмом. Из них только 60% получили работу, но из этих 60% большая часть, около 80%, работали за 160 долларов в неделю и неполный рабочий день, что значительно ниже уровня бедности по критериям распространенных в Соединенных Штатах Америки. И вот по этой статистике мы можем видеть, что положение людей с аутизмом на рынке труда более чем плачевное, к сожалению. Антонина, а кем могут вообще работать люди с аутизмом? Вы знаете, на данный момент принята такая точка зрения, что в принципе люди с аутизмом могут работать практически везде, если у конкретного человека с аутизмом будут какие-то особенности, таланты, склонность к этому. И единственным препятствием для освоения человека с аутизмом могут быть только нормативные акты. К примеру, в Соединенных Штатах Америки нормативные акты прямо запрещают людям с аутизмом и синдромом Аспер переработать, например, авиадиспетчерами. У нас в Российской Федерации есть поставление правительства от 26 августа 2013 года номер 733 о медицинском освидетельствии на предмет наличия и отсутствия заболевания, препятствующего поступления на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации, исполнение обязанностей прокурорского работника. Там, в частности, перечислены и коды, к которым относятся все виды аутизма по МКБ-10, которыми мы пользуемся. Есть и другие нормативные акты, в которых прямо указано, что вот этот пул диагнозов является препятствием для освоения каких-то профессиональных обязанностей. Но, в принципе, если такого законодательного ограничения нет, то конкретный человек с аутизмом может освоить самую разную профессию. Есть программисты, есть ученые, есть садовники, есть продавцы, есть исследователи. К примеру, в Соединенных Штатах есть совершенно замечательная девушка, которая занимается в крупной лаборатории исследованиями аутизма. В России я уже много лет, почти 10 лет веду здесь группу поддержки для людей с синдромом Аспергера, это высокофункциональный аутизм. И к нам приходили люди совершенно разных профессий, от технических до гуманитарных. Среди них были как талантливые художники и певцы, так и научные работники. То есть, может быть, самый широкий спектр профессий. Антонина, спасибо. Можно тогда коротко, по возможности, про препятствие при трудоустройстве людей сразу, если мы можем об этом поговорить. Здесь все начинается с диагностики. К сожалению, многие люди с расстройством аутистического спектра, особенно с высокофункциональным, не имеют правильного диагноза. То есть, у них стоит какой-то другой диагноз, либо у них вообще нет диагноза. И даже люди с тяжелыми формами аутизма порой тоже не имеют правильного диагноза. Прежде всего, должна быть налажена в России диагностика расстройства аутистического спектра. Затем, конечно, то образование и отсутствие профессиональной ориентации, которого, к сожалению, нет в школах, в других учебных средствах денег для людей с рас. Еще бы я хотела присоединиться к словам предыдущих выступающих коллег, которые говорили о том, что зачастую родители препятствуют тому, чтобы их взрослые уже дети с аутизмом работали. И к тому, что нет пула профессии, нет опыта у работодателя по взаимоотношениям с людьми с аутизмом. Елена. Уважаемые коллеги, спасибо всем за участие в нашей секции. Наше время, к сожалению, подходит к концу и уже начинается следующая сессия. Мы, конечно, затронули очень важные вопросы, далеко не все успели осветить. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор привлечь к нему большее количество участников. И все наши возможности используем для того, чтобы развивать эти новые профессии, создавать новые возможности и нести профориентацию в как можно более ранний возраст детей с УВЗ. И потом помогать им с трудоустройством, взаимодействуя со всеми государственными организациями. Спасибо большое МНСО. Спасибо большое вам. Спасибо.